Ребята, всем здорово! В этом видео я вам покажу топ-5 ошибок начинающих трейдеров. Приятного просмотра! Пожалуйста, поставь лайк, пожалуйста! Ребята, я тут подписался на очень классный канал, на котором крутые видосики. Ссылочка в описании. Мистер Ники, поддержим его, пожалуйста, потому что у него все хорошо, но вот аудитории нету. Помогите ему. Так, ребятушки, первая ошибка в трейде. Покупать то, что говорят ютуберы, которые не разбираются в трейде. Это просто жесть, ребят. Просто посмотрите на мою историю продаж. История продаж. 891 голду. 924 голды. 1200 голды. А скин стоит всего лишь 600 голды. То есть, поймите, человек, ютубер, сказал, что этот скин будет стоить 3000. Я это слышал своими ушами. Все скупили. Он стоил 50 голды. В начале. Естественно, школьники скупили по 50 голды. И им повезло. Они апнули голду. Но есть еще люди, которые покупали за 1000 голды. И по 2000 голды даже. По 1700. Они покупали эти скины. Сейчас этот скин стоит 500. И те, кто покупал там по 700, по 800, по 1000, они ждут, пока этот скин будет 3К. Потому что ютубер обещал. Но, ребята, скин стоит 600 голды. На рынке предложений 2218 скинов на продаже. Вот это самая большая ошибка. Покупать скины, которые стоят 1000 голды, а должны стоить 50. Вот это реально глупая ошибка. Потому что вы могли его купить за 50. Да, это правильно. Если ютубер сказал, мы бустим скин, покупайте за 50, и потом он будет там стоить 300. Да, это нормально. Можно купить. Но, ребят, скин стоил 1000 голды. Его покупали и покупали. Сейчас он стоит 600. Представьте, сколько еще в инвентарях лежат этих скинов. На рынке 2200. Так что, советую вам, если у вас есть этот предатор. Например, да, у вас есть предатор. Вы его можете продать и купить себе вместо предатора. Вот 2ерс. А, не 2ерс. Не-не-не-не, не 2ерс. Давайте лучше... Вот, например, авик, который стоит 391 на заказе. За 400 голды с 4-мя АВМ-мастерами. Ребят, этот скин дешевле, но это легендарка, и это АВИК. И на тот момент, когда донатили люди в игру, он стоил дороже, чем предаторы. И его меньше на рынке. Так почему вы не сливаете эмки предаторы и не покупаете АВИК? Если он намного лучше. Смотрите, какие у меня АВИК есть. А смотрите, какие у меня предаторы есть. Никаких, потому что я их продал по 1000 голды. Я офигел, когда я увидел, что они стоят 1000. И это самая глупая ошибка. Слушать ютуберов, которые не разбираются в трейде. Погнали дальше. Вторая ошибочка новичков-трейдеров. Например, мы задонатили 2500 голды. И купили себе 30 скинов. Ну вот 30 скинов я себе купил. Статтрек 5-7 зоны. Чтобы подождать. И в будущем этот скин вырастет. То есть он стоит сейчас 35 голды. А вот через 2 месяца будет примерно 80-70. Я смогу его продать. И купить себе бабочку. Либо статтрек калаш какой-то. Либо керамбит. Ну тому и подобное. То есть это хороший окуп. В принципе, ничего сложного. Но внезапно выходит обновление. И я, трейдер-новичок. Вижу, что цена на 5-7 зоны падает. И такой, блин, цена падает. Нужно срочно сливать скин. Потому что в будущем он еще сильнее упадет. Обнова вышел, новые скины. И начинаю продавать. Продаю, продаю там по 0.3. Поскольку там по заказу по 30 голды сливаю, сливаю. Покупаю новые скины из новых кейсов. Покупаю новые кейсы. Потому что вышло обновление. Потом проходит время. Новая коллекция. Она падает в цене. Вот сейчас объясню, как это происходит. Фильтр. Например, вот Скорпион. 1200 ножей уже стоит. Этот вообще 1000 всего лишь стоит. Нож новый. 1000 голды стоит. Эпики по 45 сатрековские. По 27 сатрековские. Это все падает. И вы такие, блин. А у меня были 5-7 сатрековские. Которые сейчас уже стоят по 100 голды, например. А я мог окупиться. Окупил новую коллекцию. Вот так вот и происходит ошибка новичка-трейдера. Который просто закупает скины. Ждет, пока они вырастут. Но в один момент он просто продает. Не дождавшись окупа. Например. Вот мы недавно скупали с моими подписчиками. Скин легендарный 2 Ерс. МП7 2 Ерс Ред. Мы скупали. В принципе до сих пор можем покупать спокойно. Вот сколько у меня их в инвентаре. Я до сих пор их покупаю. Когда у меня есть желание. Вот люди тоже могут покупать. И выставлять их по 1000. Либо просто оставлять в инвентаре. Чем меньше скинов на рынке. Тем больше он в принципе будет стоить. Уго за 500 голды с эпиком. Но в принципе неплохо. То есть поймите. Чем больше вы купили скинов. Тем больше времени вы подождали. Тем больше окуп. Вот и все. Третья ошибочка трейдера. Например. Выходит кейс на рынок. Тот же Origin Case. Сейчас я вам покажу его. Так. Origin Case на рынок вышел. До того как он вышел на рынок. Все его покупали. Естественно вы тоже. Потому что вы начинающий трейдер. Вы услышали что нужно покупать Origin Case. И мы в принципе их покупаем. Закупили там 30 кейсов. У нас есть в инвентаре 30 кейсов Origin Коллекции. Он на продаже стоит 90 голды. То есть вы купили по 100. А на рынке стоит 90 голды. Поймите. Боже. Зачем меня приглашать. Я это ненавижу. Просто так выйти. То есть 90 голды на рынке. У вас в инвентаре 30 кейсов. Выходит новое обновление. Вы такие. О. Нужно продать кейсы. Потому что новое обновление. Новые скинчики. И вы это делали. Реально. Кто-то из вас. Кто смотрит ролик. Продавал кейсы по 90 голды. Я уверен. Напишите пожалуйста в комментариях. Если вы продавали кейс Origin. За 90 голды. Потому что я помню. Что я покупал кейсы по 90 голды. Хотя в магазине мог купить за 100. До того как его выпустили на рынок. Интересная ситуация получается. Но сейчас естественно Origin. Кейс уже 430 голды. И вы могли окупиться в 4 раза. Если вы заданатили 3 кголды. У вас сейчас было бы примерно. Там 7500. Понимаете. Или там 8000 голды. Но смотря за сколько вы продали. То же самое. С паками Хэллоуин. Но там немножечко другая история. Никто не знал. Что они выйдут на рынок. Вот. И ваша ошибочка заключается в том. Что вы спешите. Вы спешите. Вы слышите что-то где-то. Что-то кто-то гавкнул. Кто-то что-то шептанул. Что-то крикнули. И вы такие. Господи. Нужно бежать. Это делать. Это нужно покупать. Вот что-то тут бустят. Нужно закупать. Успокойтесь. Трейдите спокойно. И думайте. Что вам нужно покупать. Вот как бы что я покупаю. Что я продаю. Да. Что я продаю. Ребят. Это жесть просто. Что я продаю. Да. Интересная ситуация. Слаживается. Я тут. Плохой трейдер. Мне говорят иногда. В ЛС. Типа я тут фигню говорю. А вот там другие ютуберы. Вообще прям красавцы. Ну да. Окей. Слушайте их. Переходите на их канал. И смотрите. Трейды. С нуля до ножа. Забейте на мой канал вообще. Ошибочки трейдеров. Ааа. Чек. Короче. Если вы задонатили. 3000 голды. И вы хотите себе купить нож. Естественно. Вы только начали трейдиться. И вы хотите себе приобрести нож. И наставшуюся голду трейдить. Хорошо. Есть и такие варианты. Вы себе покупаете нож. Оставляете голду. Чтобы еще потрейдить. Многие так делают. И это для меня уже не новость. Например. Я хочу купить нож. Керамбит. Из фуриус коллекции. Естественно. Ребятушки. Не покупаем керамбит. Даже если мы его очень сильно хотим. Купите себе любой другой нож. И с любой другой коллекции. Только не из фуриус. Либо не из ривл. Либо не из фейбл. Потому что это обыкновенные коллекции. Это не трейдерские коллекции. Так себе сказать. Смотрите. Зона 9. 2020. Ассистенс. Ориджин. Вот это трейдерские коллекции. И здесь можно покупать ножи. И они недорогие. Вот например кунай 1156. У вас еще останется 2000 с чем-то голды. А так вы потратите 2к на керамбит. И этот керамбит потом упадет в цене. Либо вырастет. То есть там рандом. И вырасти он сильно не сможет. Потому что кейс как бы есть в магазине. Может любой открыть себе кейс. И выбить нож случайно. А вот этот кунай уже никто не выбьет. И этот кунай будет только расти в цене. То есть поймите. Если вы купите сейчас кунай. И захотите его продать через полгода. Вы продадите его и уйдете в окуп. А с керамбитом такое не получится. И пятый лайфхак. Что будет если написать мне влс. Во время того как я снимаю видео. Демонстрирую. Это лайфхак. Рабочий. Очень крутой. Как получить ЧС. Смотрите. А если я снимаю ролик. И мне начинают писать. Во время видео. Меня это очень сильно сбивает. И вот есть такой человек. Алофик. Который спамит мне. И он меня бесит. Из-за того что он мне спамит. И мы просто берем. Кидаем его в ЧС. То есть вот так вот. Нажимаем добавить друзья. Удалить из друзей. И теперь просто заблокировать. Все. Он у меня в ЧС. И это крутой лайфхак. Как получить блокировку. Всем пока. Спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok